приветствую вас во второй части и мы продолжаем вязать шапочку котенка я уже связала как вы видите одно ушко при этом ниточку основную которая у вас сзади так сказать законченное где вязание вы не обрезаете смотрите либо достаете с середины мотка второй конец либо второй вариант просто отмотайте хорошо ниточку довольно таки чтобы нам хватило после провязывания второго ушка мы будем с вами ну вы и первого и второго которые вяжутся идентично то есть я вам покажу сейчас на примере одного вы довяжите сами 2 самостоятельно нужно будет обвязать по всему периметру вот эту шапочку то есть либо вы отматываете первый вариант либо вы просто внутреннюю часть достаете так сказать кончик мотка с внутренней стороны 2 либо вы хорошо хорошо отматываете чтобы вам хватило обвязать почему я вам предлагаю все таки второй кончик вытащить для того чтобы так сказать вы так сильно чтобы отлично рассчитать вы не сможете сколько вам хватит ниточки а чтобы не делать лишние присоединения поэтому все таки вытаскивайте второй конец в середине моточка его достать очень легко я думаю если у вас моток свернут так сказать фабричный то там в принципе довольно таки легко его достать в общем и так достаете второй кончик так сказать ниточки и мы приступаем к вязанию ушка еще раз повторюсь ушка как мы сейчас будем вязать одно так и вяжется второе мы достали достали с вами желтую ниточку посерединке и вот у нас два так сказать место где нам нужно сделать два ушка вывязать одно ушко я уже вывязала между ниточками второе мы сейчас с вами будем вязать переворачиваем на так сказать удобную часть какое вы ушка будете вязать неважно левая правая абсолютно не важно и мы в общем сейчас будем располагать ушка между вот этими двумя черными так сказать ниточками отметочками у вас либо это маркеры в общем ориентируйтесь чтобы ушки у вас находились по боковым частям то есть вот он у нас задняя часть вот она вот передняя самая большая часть вот и располагаете между ушками нашими 18 петель и то есть мы будем провязывать 18 столбиков без накида взяли второй кончик ниточки и вводим крючок не в ту петельку где у нас вот черная ниточка или маркер а в следующую то есть нам нужны 18 средних петелек вводим крючок захватываем новую ниточку закрепляем ее воздушной петелькой и вот этот кончик подтягиваем и ложим на вязание то есть мы сейчас его постепенно будем завязывать чтобы вам вам его потом не прятать и в ту же петельку ныряете и делаете столбик без накида еще раз подтяните начальную так сказать ниточку и ложим ее ввязываем это был первый столбик далее второй третий столбик четвертый пятый мы вяжем с лицевой стороны смотрите шестой седьмой оставляете кончик вязание и далее продолжаете восьмой девятый десятый одиннадцатый двенадцатый тринадцатый четырнадцатый пятнадцатый шестнадцатый семнадцатый и восемнадцатый далее у вас уже идет девятнадцатая петелечка марки вы ее не трогаете делаете воздушную петлю подъема и разворачиваете на изнаночную сторону далее вяжем снова столбики без накида но во вторую петельку от крючка то есть вот она у вас первая петелька основания в которой у вас так сказать воздушная петелька следующую и каждый новый последующий ряд не важно с лицевой или с изнаночной стороны будет начинаться провязывание со второй петельки то есть в каждом ряду вы провязываете во вторую петельку первый столбик без накида а заканчиваете вязание последнюю петельку и плюс делаете одну воздушную петельку подъема в конце каждого ряда это вы мы с вами довязываем второй ряд вот смотрите до самого самого конца довязываете вот она у вас петелька таким образом в каждом ряду благодаря тому что мы провязываем во вторую петельку в начале каждого ряда у нас сокращается количество столбиков то есть было в первом ряду 18 во втором ряду у нас уже 17 делаем воздушную петельку разворачиваем вязание снова во вторую петельку от крючка провязываем столбик без накида и каждую последующую петлю по столбику в этом ряду у нас уже 16 столбиков без накида тем самым провязывая во вторую петельку мы с вами постепенно с каждой стороны сокращаем по одному столбику благодаря чему у нас будут ушки так сказать вывязываться такие вот как своего рода треугольничком но мы не будем сильно так сказать зауживать в конце поэтому мы вяжем получается сейчас третий ряд мы будем сокращение делать до 13 ряда вот провязали последнюю петельку воздушная петля разворачиваем снова провязываем во вторую петельку вот крючка столбики без накида и в конце ряда каждого воздушная петелька это у нас получается четвертый ряд и так нам нужно сделать сокращение по 13 ряд включительно то есть сейчас довязываем четвертый и вам остается провязать 9 рядочков самостоятельно я думаю что вы справитесь просто не забывайте в начале каждого ряда сокращаем один столбик без накида с помощью того что мы его просто бросаем не провязанным а провязываем во вторую а в конце ряда обязательно довязывайте до последней петли делайте воздушную петельку подъема мы начали пятый ряд самостоятельно довяжите до 13 ряда я вам покажу что мы будем делать дальше вот я довязала 13 ряд у меня получилось завершающий ряд лицевой и провязала я последние 6 столбиков без накида теперь делаем две воздушные петельки и последнюю вытягиваю вот таким вот образом чтобы обрезать после того как мы с вами обрежем будем прятать кончик затянули хорошо воздушные наши петельки они нам не нужны просто чтобы затянуть хорошо ниточку и теперь берем крючок тот который немножечко тоньше и прячем вот этот краешек ниточки так сказать между косичкой последнего ряда почему здесь именно потому что он нам в принципе здесь не будет мешать мы когда будем обвязывать так сказать вот эти вот ушки шапочку то они у нас просто эти ниточки остаточки постепенно как бы вяжутся в обвязывание чтобы она нам не мешала мы на изнаночную сторону последний так сказать последний стежочек я изнаночную сторону выдвину чтобы он мне не мешал и теперь после того как мы довязали два ушка второе ушка вы вяжете точно так же как это мы с вами связали абсолютно идентично поэтому я на этом заострять внимание не буду и после того как довязали два ушка мы с вами продолжим так сказать обвязывание вот мы оставляли с вами ниточку теперь смотрим соединительный столбик если у вас ровно по серединке так сказать вот он он у меня ровно по серединке от ушек поэтому я просто продолжаю столбиками без накида оказывать если не по серединке сделайте по серединке в общем обвязываем вот таким вот образом в каждую петельку провязываем столбик без накида вот эти так сказать ниточки буду я их называть 19 петельки мы их просто вытаскиваем они нам больше не нужны а в эти 19 петельки просто так вот делаем обвязываем теперь дошли до момента ушка можно вязать просто вот в уголочек сюда но честно говоря обычно когда я обвязываю уголочек здесь у меня остается небольшая дырочка я этого не люблю поэтому я захватываю всегда вот в эту дырочку так сказать делаю так скажем стежок но захватываю соседнюю петельку чтобы у меня не было дырочки я просто захватываю соседнюю петельку и провязываю вместе с какой-нибудь внутренней соседней петелькой таким образом как видите у меня дырочки не остается и тут мы продолжаем обвязывать так вот между рядочками грядочках в общем вы смотрите у вас благодаря воздушным петелькам здесь такие скажем так не сильно большие но есть дырочки вот смотрите сейчас я вам покажу вот видите крючок входит вот они дырочки по всему так сказать периметру так сказать ушка и вот мы обвязываем ушко обвязываем столбиками без накида затем переходим плавненько к шапочке передней части затем плавненько переходим ко второму ушку в общем обязательно следите за тем чтобы у вас если вы допустим у вас ниточки торчат те которые вот я прятала точно так же я думаю как и вы вот их просто можно обрезать то есть они у нас заправленные завязаны их можно просто обрезать точно так же и на втором ушке и конечно же заостряю ваше внимание на вот эти уголки то есть обязательно если вы видите что у вас здесь так сказать получается дырочка она честно говоря при носке не красивая поэтому я вам советую все таки захватывайте какую-то буквально рядышком прилежащую петельку то есть буквально на половинку ее даже не обязательно там всю петельку захватывать просто вот с внутренней стороны так сказать продевайте крючок немножечко в боковую часть и таким образом полностью обвязывайте 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 шапочку вот эти ниточки нам уже не нужны боковые вот они их вытаскиваем они нам абсолютно уже не нужны и обвязывайте обвязывайте первое ушко обвязали второе ушко и доходим до задней части нашей шапочки то есть здесь вы просто каждую петельку по столбику без накида провязывайте а ушко вы обвязываете по всему так сказать по всей окружности его или так сказать вот по всему периметру вот эти ниточки вы обрезаете которые вам нужны и в общем в общем продолжаете обвязывать шапочку по всем краешкам я до обвязывала по всей окружности шапочку делала соединительный столбик последний и вытягиваю ниточку обрезанную затягиваем вот у меня получилось окончание сзади как бы честно говоря как бы вы не старались идеально здесь сзади не получится ровно единственный вариант это закончить так сказать за ушком вот здесь вот и не завязывать до серединки я честно говоря всегда довязываю и просто потом прячу так сказать вот этот кончик окончания просто вот так вот между постичку вот у меня как бы идет такое визуальное продолжение косички. Этот кончик я вдеваю в иголочку и прячу между вязаниями. Вот так вот. Так, с этим мы закончили. Обязали шапочку. У нас, так сказать, основка шапочки готова. Теперь сделайте шнурочки. Я сделала бело-синее. Вы какие хотите, в общем, хотите, мешаете цвета, хотите, просто однотонные делайте веревочки. Веревочки я не заостряла внимание, как делать. Они есть в предыдущих моих видеоуроках. Повернули ушком к себе. Находим серединку этого ушка. Так вот, приблизительно, представьте, где должна находиться серединка. У меня это вот, ну, приблизительно здесь, может, немножечко наискос. Вы находите тоже серединку и, так сказать, раскрутив вот это вот окончание вот этого жгутика, у вас образовалась петелька. Сквозь нее продеваете весь, так сказать, жгутик и завязочку, веревочку. И вот так вот затягиваете. То есть, после того, как продели, хорошо затяните. Таким образом, мы с вами закрепили один друг. Разворачиваете другой стороной второго ушка и точно так же находите вершинку, делаете петельку, здесь находите серединку и в эту серединку продеваете петелечку крючком. Снова немножечко вот так разворачиваете, сквозь развернутую петелечку тоже продеваете шнурочек и затягиваете. Вот у вас и второй шнурочек закреплен. И так, в общем, прячете вот эту вот иголочку, вставляете, прячете кончик и полностью все, наша основка готова. Теперь мы начинаем ее украшать. А начнем мы с глаза. Для начала берем ниточку белого цвета, крючок, который поменьше, делаем кольцо амигуруми. Закрепляем его и в колечко набираем 6 столбиков без накида в серединку. Один столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем петельку и стягиваем колечко. Теперь будем делать в каждую петельку по прибавке, то есть провязывать в каждую петельку по два столбика без накида. Первый столбик, второй столбик, это первая петля. Первый столбик, второй столбик, вторая петля. Далее прибавку делаем в третью петлю, далее в четвертую петлю, пятую, два столбика и последняя прибавка в шестую петельку. Тоже два столбика. Все, сделали прибавление. У нас получается 6 и 2, 12 столбиков без накида провязана во втором ряду. Третий ряд будем чередовать. Столбик без накида в первую петельку, во вторую будем делать прибавление. Два столбика без накида во вторую. Третий столбик, четвертую прибавка, два столбика без накида. Пятую просто столбик, шестую прибавка, два столбика. Седьмую столбик в восьмую прибавка в девятую столбик в десятую прибавка в одиннадцатую столбик и последняя прибавка в двенадцатую петлю благодаря чередованию у нас прибавилось в ряду еще шесть петелек то есть всего получилось 18 по кругу теперь я вам предлагаю взять кусочек ниточки другого цвета и его взять маркер и отмечать начало ряда для того чтобы вам удобно было так сказать смотреть где у вас начало ряда где конец то есть ориентироваться и в этом ряду теперь чередуем два столбика без накида то есть каждую петелечку по столбику два раза и третью делать прибавление то есть два столбика без накида в третью петелечку и так первый столбик второй столбик столбик третий прибавочка два столбика без накида снова первый столбик второй столбик второй столбик в следующую петлю и в третью петельку прибавочка два столбика без накида Снова первый столбик, второй столбик, третий прибавка, два столбика без накида. И снова столбик, столбик, прибавка. Первый, второй и третью петельку прибавления. И последний раз шестой столбик, столбик, два столбика, то есть прибавка. Итак, снова прибавили шесть петелек в ряду, шесть столбиков. Маркер перекинули в начало ряда. И теперь чередуем три столбика без накида в четвертую прибавку. Итак, столбик, второй столбик, третий и четвертый прибавка. Два столбика без накида. Снова столбик, 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 прибавка. Снова столбик первый, столбик второй, столбик третий, прибавка. И так до конца ряда. Довязали ряд до конца, маркер в начало ряда. Теперь будем чередовать четыре столбика, то есть четыре петельки провязываем по столбику. И в пятое делаем прибавление. Два столбика без накида в одну петелечку. И начинаем. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик. А в пятое делаем прибавление. Два столбика без накида в одну петельку. Снова столбик первый, столбик второй, третий и четвертый. Пятый. Два столбика без накида в одну петлю. Итак, чередуем до конца ряда. Довязали до конца ряд, маркер перенесли в начало ряда, а теперь чередуем пять уже столбиков и шестой столбик делаем прибавление. Два столбика без накида провяжем в одну петельку. Вот я довязываю четвертый, пятый столбик и в шестой делаю прибавление. Два столбика без накида. И начали. Первый столбик, затем второй столбик, третий столбик, четвертый и пятый. А в шестой делаем прибавление. Два столбика без накида в одну петельку. И начали. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый. Столбик без накида в прибавочку делаем. То есть два столбика без накида. И заново начинаем. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый. В шестую делаем прибавление. И так до конца ряда. Довязали до конца ряда. Все с прибавочками у нас, так сказать, завершено. Маркер в начало ряда. И теперь вот этот, так сказать, завершающий ряд мы провяжем в каждую петельку по столбику без накида. То есть в каждую петельку, начиная с первой, второй, провязываем столбики без накида в каждую петлю. То есть прибавочки в этом ряду не делаем. Довязали до конца ряда кружочек. Он у меня получился довольно-таки, сказать, вот здесь по макушке. Не слишком, как бы вам сказать, ровненький такой вот, как бы как незавершенный. То я вам предлагаю провязать 4 столбика без накида. Просто вот так вот подряд в начале ряда. 3 и 4. 4 столбика провязали. В пятый делаем соединительный столбик. И обрезаем ниточку, вытягиваем. Но обрезаем, смотрите, чтобы вам можно было пришить, так сказать, этот кружочек. То есть сантиметров где-то 20 оставьте для пришивания. И вот этот соединительный столбик, петельку просто вытягиваете. Все, ниточку убираете, она вам не нужна. Или маркер, что вы брали. Как вы видите, кружочек такой имеет завершенный красивый вид. А если бы мы закончили здесь соединительным столбиком, он как бы такой был перекошенный. Честно говоря, вам, мне кажется, он такой более не круглый. В общем, теперь после того, как вытянули петельку, вот эту петельку я вам предлагаю просунуть, так сказать, вот уже ниточку вытянутую, а не петельку, просунуть вот здесь вот в вязание. То есть для чего мы это делаем? Для того, чтобы красиво и ровненько у нас был, так сказать, завершенный край. Вот посмотрите, вот здесь у нас имеется завершенный край. А вот эту ниточку закрепите с внутренней стороны, вот как она у вас сейчас находится. И просто обрежьте, чтобы она вам не мешала. Хотите, можете, в принципе, не закреплять, никуда она не денется, а просто ее, так сказать, обрезать покороче, чтобы она вам не мешала при пришивании. Она у нас останется в серединке, в принципе, не мешает. Таких деталек вам нужно сделать два штучки. Это основка глаза. Две основки у вас готовы. И теперь берем ниточку под цвет глазок. У меня это зеленый, у вас какой вы выбрали, в принципе. Может быть и синий под голубой цвет, ну, то есть как считаете нужно. Делаем кольцо амигуруми и снова крючком, который потоньше, в колечко набираем 6 столбиков без накида. Один столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Система, в принципе, такая, просто колечко у нас будет меньше. Стягиваем колечко. Не колечко, а кружочек будет, так сказать, глазик у нас будет немножечко меньше. Но все повторяется. Делаем в каждую из шести петелек прибавление. То есть, чтобы у нас получилось 12 петелек. Итак, первая прибавочка, в следующую петельку, вторая прибавочка, в следующую петельку, третья, в следующую, четвертая, затем пятая и последняя прибавочка, в шестую петельку, шестая. Первый столбик и сюда же второй. Сделали прибавление. И теперь чередуем столбик без накида, а затем прибавление. Итак, в первую столбик, во вторую прибавление. В третью столбик, в четвертую прибавление, два столбика. В пятую столбик, в шестую прибавление, два столбика. В седьмую столбик, в восьмую прибавление. в 9 столбик, в 10 прибавление. И последний раз мы сделаем столбик и прибавление. Вот так вот. Все. В конце ряда у вас 18 петелек набрано. Теперь мы будем чередовать 2 столбика без накида в 3 прибавление. 2 столбика без накида в 3 прибавление. Итак, первый столбик, столбик, прибавление в 3 петелечку. Провязали 3 получается. Теперь я считаю дальше 4-5 по столбику, 6 делаем прибавление. 7-8 по столбику, 9 прибавление. 10-11 по столбику, 12-13 это прибавление. Дальше 13-14, 15-ю делаем прибавление. 16-17 по столбику. И последнюю 18-ю петелечку делаем прибавление. Все. Провязали последнюю прибавочку. А теперь нам нужно вот этот ряд провязать просто по столбику без накида в каждую петлю. У меня 24 столбика провязаны по кругу, значит мы начинаем отсчитывать. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий и последний, двадцать четвертый столбик. Теперь делаем соединительный столбик в следующую петелечку. И снова ниточку обрезаем, оставляем ниточку небольшую для пришивания этого кружочка. Это получается у нас, так сказать, цвет глазика. Их тоже вам нужно сделать, два штучки, такие детальки. Вот она у нас, так сказать, уже глазик вырисовывается и нам осталось сделать зрачок. Две детальки готовы и приступаем к зрачку. Берем ниточку черного цвета, делаем кольцо амигуруми. У него набираем, как всегда, шесть столбиков без накида. Основа всех основ, так сказать, в очень редких случаях у нас меняется это количество. Поэтому набираем один столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко стягиваем и в каждую петельку делаем прибавление. То есть в конце у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Итак, в первую петельку столбик, сюда же столбик. Во вторую петельку столбик и сюда же столбик. Третья петелька, два столбика. Четвертая петелька. Пятая петелька. Все с прибавлениями. И последнее прибавление в шестую петельку. И делаем соединительный столбик в первую петлю. Опять вытягиваем ниточку. Обрезаем, оставляем для пришивания. Это и есть наш зрачок. То есть больше его не надо делать. Меньше тоже он не подойдет. Затягивайте хорошо ниточку. И обрезаете, чтобы она вам не мешала нижнюю. А с верхней оставляете, так сказать, для пришивания. Такие зрачка вам тоже нужно сделать два штучки. И как вы видите, наши глазки уже готовы. Их осталось только пришить к шапочке. И мы приступаем к носику. Берем снова ниточку черного цвета и крючок, который поменьше. Делаем, так сказать, одну воздушную петельку, закрепляем. И набираем цепочку из 9 воздушных петелек. Итак, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одну сделаем петельку подъема, то есть десятую. И во вторую петельку от крючка провязываем 9 столбиков без накида. Начинаем первый столбик, второй столбик, третий столбик, далее четвертый столбик, пятый столбик, шестой. Немножечко первый ряд, как всегда, неудобно, седьмой. Вы постарайтесь. Восьмой. И девятый. Я всегда первую петельку набора не считаю, так сказать, за начальную, а она у меня уже идет за петельку. Поэтому, как бы, для тех, кто набирает закрепительную петельку, не считает ее, то, соответственно, набираете на одну петельку больше. Теперь разворачиваем на изнаночную сторону. И, коль у нас это изнаночная сторона, мы хотим, чтобы у нас лицевая была красивая, я меняю расположение, так сказать, крючок переодеваю, чтобы у меня ниточка была перед работой. Вот, благодаря этому у нас, так сказать, красивые будут ровненькие краешки. И продолжаем во вторую уже петельку от крючка, то есть вы пропускаете петельку основания, из которой у вас сейчас идет, так сказать, последняя петелька, а в следующую провязываете. То есть, таким образом мы делали сокращение одной петельки. И сейчас мы провязываем уже не 9 столбиков без накида, а 8. Обязательно за обе стеночки первую петельку провязываем столбик, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую и, так сказать, восьмую, последнюю петельку. То есть, мы сократили одну, у нас было 9, сейчас 8. Сейчас просто разворачиваем, ничего не меняем, то есть это у нас лицевая сторона. И снова первую петельку пропускаем, а во вторую провязываем столбик. И продолжаем провязывать, начиная со второй, каждую петельку по столбику. Таким образом мы снова сократили одну петельку и в каждом ряду мы будем сокращать по одной петельке. То есть, сейчас у вас 7 столбиков нужно провязать, обязательно за обе стеночки. Следите, чтобы у вас провязаны были петельки за обе стеночки, чтобы было красивое и ровное вязание. Теперь снова довязали до последней петельки и, коль у нас это изнаночная сторона, ниточку оставляем перед работой и переоденьте вот так вот крючок, чтобы ниточка была у нас с изнаночной стороны перед работой. И снова во вторую петельку вводите крючок, сократив одну петельку, довязываем 6 столбиков без накида в этом ряду. У нас уже 6, вот 5 и 6 последний. И снова разворачиваем, коль у нас это лицевой ряд, ничего мы не меняем. И снова продолжаем во вторую петельку от крючка провязывать столбики. Их уже у нас благодаря сокращению 5 и 4 и 5. Снова разворачиваем, но меняем. То есть, ниточку оставляем перед работой, крючок вводим за ниточкой. И снова пропускаем первую петельку, во вторую петельку вводим крючок и у нас уже 4 столбика. 3 и 4. Разворачиваем вязание, снова пропускаем первую петельку и довязываем 3 столбика без накида. Первый столбик, второй столбик и третий. И снова разворачиваем, ниточка перед работой, меняем крючок в петельку. И довязываем 2 столбика. Снова пропускаем, довязали 2 столбика. Разворачиваем наше вязание. И сейчас нам осталось просто провязать по кругу столбиками без накида. Вводите в следующую петельку, так сказать, крючок и обвязываем по всему, так сказать, треугольничку столбиками без накида. Вы увидите, у вас тут такие небольшие дырочки, так сказать. Вот в них вводите крючок и обвязываете столбиками без накида по всему, так сказать, треугольничку. Вот постепенно ввязываете, конечно же, вот эту вот начальную ниточку. Она вам нигде не пригодится, поэтому вы немножечко подтяните, так сказать, вязание наше и продолжаете обвязывать. То есть вот вводите крючок и обвязываете. Вот так вот по всему периметру. Постепенно, вот как вы видите, я обвязываю вот эту ниточку начальную, она нам тоже не нужна. И вот так вот обвязываем полностью по всему, так сказать, треугольничку. В конце обвязывания делаете соединительный столбик, так сказать, с началом нашего обвязывания. Благодаря соединительному столбику, как вы видите, у нас треугольничек, так сказать, замкнулся. И теперь вытаскиваете снова эту соединительную петельку, так сказать. Вот. Обрезаете ее, конечно же, по длине, потому что будет пришиваться не только носик, еще будут вышиваться усики, в общем, мордочка. Поэтому пришиваете, ой, пришиваете, обрезаете ниточку по длине. Я обрезала, наверное, сантиметров 50 где-то, чтобы у меня было, так сказать, побольше. И вот эту ниточку, которую вы завязали по ходу вязания, тоже можете обрезать. Она вам, чтобы не мешала. У нас, так сказать, носик наш готов. По желанию можете вышить блик. То есть, вот, хотите, к примеру, вставьте ниточку в иголочку, так сказать, белого цвета ниточку и вышите такой вот небольшой блик. Носик наш готов. Нам теперь нужно сделать ушки. Для ушек основки берем ниточку основного цвета и, соответственно, крючок, который побольше. Делаем кольцо амигуруми. И в него делаем привычные 6 столбиков без накида. Закрепляем его и делаем первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем петельку последнюю, стягиваем наше колечко. Второй ряд вяжем уже следующим образом. Провяжем, чередуя, столбик без накида. И во вторую петельку будем делать прибавку. То есть, столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка. Первую петельку столбик, во вторую прибавка, два столбика без накида. Третью столбик, четвертую прибавка. В пятую столбик и в шестую прибавку. Теперь провязываем эти петельки полностью с прибавками. 9 петелек, так сказать, провяжем по столбику без накида. Итак, первый столбик, в следующую петельку второй столбик, в следующую третий, в следующую четвертый, в следующую пятый, в следующую шестой и наши три прибавки. Седьмой столбик, восьмой и девятый. Провязали этот ряд полностью, так сказать, столбиками без накида в каждую петельку, вместе с нашими, так сказать, предыдущими прибавками. В этом ряду мы теперь будем провязывать так, два столбика без накида прибавка, два столбика без накида прибавка. Но перед этим я вам предлагаю взять ниточку снова другого цвета, для того, чтобы вам удобно было, так сказать, смотреть, сколько вы сделали прибавлений и не потерялись в рядочках. Поэтому ставим снова нашу ниточку, либо маркер в начало ряда и считаем. Первый столбик, далее второй столбик, третий делаем прибавление, два столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, столбик, прибавка в третью петельку, два столбика без накида. И снова столбик, столбик, прибавка. Столбик, столбик, прибавка. Маркер в начало ряда перенесли. И этот ряд провяжем просто столбиками без накида в каждую петлю. То есть 9 наших предыдущих петелек плюс 3 прибавки, это 12 столбиков нужно провязать. Первый столбик, второй столбик, третий. Можете, в принципе, не считать, так как маркер, если вы отделили, можете не считать. У вас должно все равно и так, и так быть 12 петелек. Я думаю, что, в принципе, здесь ничего такого сложного нет. Я вам все-таки предложила, так сказать, поставить маркер для того, чтобы я сама, честно говоря, эта перестраховка, чтобы не сбилась, объясняя вам. Потому что очень тяжело говорить и считать одновременно и думать, что вязать дальше. Итак, в общем, довязываем наши 12 столбиков. И теперь снова маркер в начало ряда. Будем чередовать уже 3 столбика без накида, 4 делать прибавление. Итак, начинаем. Первый столбик, второй столбик, третий. В четверке делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Снова первый столбик, второй столбик, третий и четвертый делаем прибавление. 2 столбика в одну петлю. Снова столбик, второй столбик, третий и прибавочка. Маркер в начало ряда. Следующий ряд провяжем просто без прибавления. В каждую петельку по столбику. Довязали ряд, маркер в начало ряда. И будем чередовать уже 4 столбика без накида, в пятую делать прибавление. Как вы заметили, принцип такой, что мы делаем прибавление, затем ряд провязываем просто без изменения. Снова прибавление, ряд без изменения. И так мы просто чередуем. Сейчас уже мы провязываем 4 столбика прибавком. Затем ряд просто, каждую петельку по столбику. Затем 5 прибавления, 6 прибавления. И так мы будем прибавлять до 8 столбиков прибавка. Вот снова 1, 2, третий столбик, четвертый столбик, пятый делаем прибавление. 2 столбика без накида. Снова 1, 2, 3, 4. И пятый делаем прибавление. Снова маркер в начало ряда, в каждую петельку провязываем по столбику. Как вы видите, в принципе, ничего сложного. Просто в каждом ряду добавляем по 3, так сказать, петельки. И благодаря этому у нас идет расширение, так сказать, нашего ушка от макушки мы вяжем до места пришития, так сказать. Мы близимся к нему. И мы будем, еще раз повторюсь, прибавлять по 3 петельки. Я думаю, что, в принципе, вы это сделаете самостоятельно. Просто чередуете ряд прибавки, просто ряд без изменения. Ряд прибавки, ряд без изменения. Прибавлять нужно до 8 столбиков прибавка. То есть вот я сейчас довязываю, получается, ряд. Маркер ставлю в начало ряда. И чередую 5 столбиков без накида прибавка. 1, 2, 3, 4. И 5, 6, делаю прибавление. Итак, нам нужно прибавлять до 8 столбиков прибавка. Но не забывайте, чередуем ряд с прибавками, ряд просто. Ряд с прибавками, ряд просто. Итак, прибавляете. Я думаю, вы ставите самостоятельно. Итак, я довязываю 16 ряд. Последний раз провязываю 8 столбиков без накида. Следующая прибавка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И делаю последнее прибавление. После 16 ряда мы первую петельку делаем в соединительный столбик. И вытягиваем этот соединительный столбик, оставляя, конечно же, ниточку для пришивания. Эту ниточку, так сказать, маркер мы убираем. Она нам не нужна. И эту петельку, получается, вытягиваем. Опять же, вот здесь вот, так сказать, ее вытягиваем более для ровного, красивого краешка оконченного. И наше ушко практически готово. А не хватает нам, так сказать, внутренней части ушка. Как бы, вот сказать, вот этой серединке, я бы вот так вот сказала. Она у меня будет беленькая. Вы, какой хотите, в принципе, такое и делайте. Обычно она там у собачек розовенькая или там у котят. Но, честно говоря, так как у меня кот бело-зелено-черный и основа голубая, поэтому я буду делать серединку беленькой. Ушко можете вязать, в принципе, какое хотите. То есть, если у вас есть какая-то фантазия другая, то есть, хотите, просто свяжите, так сказать, основку голубенькой и на нее наложите беленькую основку. Но я люблю, чтобы ушко держало форму. Я уже, так сказать, довольно-таки много шапочек перевязала, где ушко, так сказать, не держало форму. Мне приходилось перевязывать. И вот этот вариант мне наиболее понравился. Оно может быть, конечно, как для кошечки немного островато. Можно его сделать более, так сказать, такое шире. Но мне, честно говоря, вот этот вариант для этого именно кота, так сказать, на мальчика, он мне наиболее нравится. И так, в общем, вот эти глазки получаются. Такие детали к вам тоже нужно сделать. Два штучки. И мы приступаем к серединке. Две детальки основы ушка готовы. И мы делаем серединку. Воздушные петельки набираем белой ниточкой. И, естественно, тоньше крючок берем. Делаем 13 воздушных петелек. Основная, так сказать, при наборе начальная петелька у меня тоже считается за первую. Поэтому первая, вторая, третья, четвертая, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и тринадцать. Сделали 13 петелек. И, получается, делаем одну петельку подъема. И во вторую петельку от крючка начинаем провязывать в каждую петельку по столбику без накида. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, одиннадцать. Двенадцать и последняя петелька, тринадцатая, начало воздушной цепочки. Разворачиваем наше вязание и теперь меняем ниточку перед работой. То есть, как мы с вами делали, так сказать, на носике. И теперь снова во вторую петельку от крючка провязываем, так сказать, в каждую петельку по столбику без накида. Тем самым, вспоминая, мы сокращаем нашу петельку на одну. То есть, во вторую от крючка, значит, сократили одну петельку первую. То есть, в этом ряду провязываем уже двенадцать столбиков без накида. Затем, довязав до конца ряда, до самой последней петельки, снова разворачиваем наше вязание на лицевую сторону. И будем снова делать сокращение. В начале ряда пропускаем первую петельку, во вторую провязываем, сокращая одну. У нас получается уже одиннадцать столбиков без накида. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и одиннадцать. Снова разворачиваем вязание, ниточку оставляем перед работой, меняем крючок. И снова во вторую петельку от крючка, сокращая одну петельку, провязываем, уже получается в этом ряду, десять столбиков без накида. Итак, довязываем до конца, это у меня пятый столбик, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. Разворачиваем наше вязание, ниточка перед работой, это изнаночный ряд, так, чтобы у нас красивый был лицевой, ооо, это у нас лицевой ряд, простите. Разворачиваем просто и во вторую петельку от крючка, снова провязываем столбики, сокращая на одну, у нас уже девять столбиков без накида, провязываем в лицевом ряду. Почему-то я подумала, что это изнаночный, заговорилось. И довязываем до самой последней петельки. Теперь разворачиваем и вот теперь меняем, ниточка перед работой, крючочек у нас, так сказать, за ниточкой. И снова во вторую петельку от крючка провязываем на одну меньшую петельку, то есть провязываем столбики до конца ряда. Как вы заметили, мы вот носик вязали таким способом, сейчас мы вяжем, так сказать, серединку ушка снова во вторую петельку, в начало ряда мы провязали, сократили одну. Благодаря нашим сокращениям в начале ряда постепенно-постепенно у нас забирается по одной петельке, по одному столбику, и благодаря этому у нас получается такой вот треугольничек. Вот, теперь на изнаночную сторону повернули, нить не забывайте перед работой. Почему нить перед работой? Для того, чтобы у нас с лицевой стороны был, так сказать, был красивенький треугольничек и не было таких никаких торчащих лишних ниток. Поэтому я вам предлагаю менять. Снова перевернули на лицевой ряд, снова сокращаем на одну петельку. И с лицевой стороны у нас уже 5 столбиков. Довязываем пятый столбик, разворачиваем, ниточка перед работой. Здесь сокращаем на одну, у нас уже 4 столбика без накида провязываем. Вам, конечно, честно говоря, на камеру я смотрю не очень видно, но вы просто постепенно сокращаете в каждом ряду, в начале ряда провязываете во вторую петлю, благодаря этому у нас сокращается в каждом ряду по одной петелечке. То есть провязываем на один столбик меньше. И вот я довязываю два столбика, разворачиваю, довязываю последний один столбик. И теперь нам осталось этот треугольничек обвязать. Как и носик, мы будем по всему треугольничку обвязывать просто столбиками без накида. То есть вы вот так вот постепенно, постепенно просто обвязываете по всему, так сказать, по всем сторонам, с одной стороны, со второй, и вернемся, так сказать, к третьей стороне. Конечно же, не забывайте ниточку постепенно ввязывать, вот эту начальную. Сначала ее подтяните, чтобы она у вас была такая вот красивая, подтянутая, без вытянутых, так сказать, петелек. А затем ее просто постепенно ввязываете, вот так вот, вложите на вертание. Вот, ввязываете ее в середину, так сказать, своих столбиков. Вот, завязываете ниточку, чтобы она вам не мешала. И продолжаете обвязывать все стороны треугольника столбиками без накида. И вот, довязали до макушки треугольника, делаем соединительный столбик в первую петелечку. И, конечно же, снова вытягиваем, обрезаем ниточку так, чтобы можно было пришить. И вот у нас получился вот такой замечательный треугольничек. Хотите, чтобы он был более острый, краешек, снова сделать такую вот, как своего, ой, своего рода соединительную петельку еще в какую-то другую сторону, чтобы он был более острее. И теперь берете ушко, прилаживаете. Если вам нравится ваша серединка, то есть вы не хотите ее более удлиненной, вытянутой делать, у меня, честно говоря, эта макушка, ой, макушка, серединка больше всего устроила, потому что я пробовала более повыше вязать, более поменьше. В общем, честно говоря, мне этот вариант больше всего припал в душе. Итак, если вам подходит, нравится, то оставляете так. Если хотите более-меньше, то просто в наборе воздушных петелек в начале наберите, к примеру, не 13, а 12, либо там 10. В общем, как вы считаете нужным, чтобы у вас было, так сказать, меньше, либо больше, можете еще больше набрать. Но вот этот самый такой, честно говоря, как по мне, оптимальный вариант. Вот этой ниточкой, которую мы оставили для пришивания, вам нужно в серединку пришить вот этот беленький, так сказать, треугольничек в серединку. И таких деталек снова делаете две. То есть, как на первое ушко, точно так же идентично делаете на второе ушко. И вот у вас получатся вот такие замечательные два ушка. Пришивайте аккуратно наметочными, так сказать, стежками против часовой стрелки, чтобы у вас швы ложились в петельки. Как бы очень красивенько было, очень все ровненько пришивайте обязательно. И, в принципе, нам осталось это все, так сказать, пришить к нашей шапочке. Перед тем, как пришивать ушки к шапочке, вдеваете ниточку в иголочку, беленький цвет. И постепенно, постепенно, вот так вот, хорошо, красивенько приложите, чтобы у вас, так сказать, ушко было ровненько расположено, так сказать, серединка вот эта. И наметочными швами против часовой стрелочки начинаете пришивать. Вот так вот аккуратненько. Смотрите, чтобы расположили вы максимально ровненько. И начинаете прочь их часовой стрелки, вот такими вот легкими наметочными швами пришивать просто. А затем уже ушко мы будем пришивать к шапочке. Вот так вот. Наметочными швами. Так пришиваете эту стеночку, вторую, и возвращаетесь к макушке. И в итоге у нас получается вот такое вот замечательное ушко. Такие, скажем так, детальки пришиваете два раза. То есть на первое ушко пришиваете серединку, и на второе ушко пришиваете серединку. И вот все детальки мы подготовили. Теперь пришиваем ушки, глазки, носик. Конечно же, перед тем, как пришивать, я вам скажу честно, полностью внешность, так сказать, не важно, как вы детальки сделаете, важно, как вы их пришьете. Полностью зависит от того именно, как будет, так сказать, производиться сборка. Конечно же, я вам советую расположить немножечко выше, для того, чтобы, так сказать, вышить еще мордочку, так сказать, усики какие-то минимальные. И, конечно же, я вам советую сначала, перед тем, как пришивать глазки, детальки, основки, вот эти беленькие, пришейте сначала наметочными такими обычными швами другой ниточкой, либо просто вперед иголочкой, вот так вот швом, где они должны располагаться. То есть, чтобы не получилось так, что вы пришьете, а они криво, либо высоко, либо низко друг от друга, либо вы хотели ближе, они получились дальше, либо наоборот. В общем, просчитайте максимально ровное, так сказать, ну, ровное расстояние, так сказать, от боковых вот этих ушек. Конечно же, ушки точно так же вы посмотрите, чтобы они были, лежали ровно, то есть, если вы хотите вот так, пришиваете так, хотите здесь, значит, пришиваете здесь. Ну, то есть, где вы считаете нужным, чтобы было расположено там, и, так сказать, пришиваете. Сначала пришейте обычными швами, легкими, другой ниточкой, чтобы вы их видели. И, конечно же, потом посмотрите, если вам нравится расположение, пришиваете уже наметочными швами, как я вам только что показала, пришивали серединочки, против часовой стрелочки. То есть, посмотрите, швов практически не видно, они легли нам в косичку обвязывание. Точно так же и здесь, но шов ляжет посередине косички, то есть, очень сильно зависит, так сказать, итог вашей шапочки от сбора. Пришиваете максимально все ровненько, красивенько на свой взгляд, и тогда у вас получится, так сказать, максимально высокий результат по поводу внешности вашей шапочки. И вот, когда мы все собрали, пришили, вышиваем, так сказать, мордашку, ротик, и еще я поставила по три крестика, как бы якобы имитируя усики, прозрачные усики. У котика мы шосики не видим, поэтому я решила сделать такие, как бы, основания для усиков. Хотите, вышиваете полосочки именно усы непосредственно. Я почему-то решила так. По желанию можете вышить бровки, либо реснички. Если это для девочки, можете сделать все гораздо нижнее, так сказать, глазки более поближе пришить. Здесь какие-то цветочки можете вышить, соответственно, другой цвет шапочки взять. В общем, в принципе, делайте все на свое усмотрение. Я надеюсь, что вам мой видеоурок понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!